Привет тебе, дорогая моя Наталья Валентиновна. Не писал бумажных писем лет 20 еще со времен срочек. Но по себе знаю. Как это радостно получать весточку от близкого человека. Тем более солдатское письмо с фронта. Письмо от мужа Наталья получила в канун 8 марта. И эта весточка с фронта от любимого стала лучшим подарком. Несмотря на то, что в мессенджерах супруги общаются регулярно, трогательное бумажное послание он прислал впервые. Никогда не писал. В основном звоним, переписываемся. Но очень теплое. В нем очень много хороших слов сказано. Как дела дома? Как продвигается ремонт квартиры? Как учеба у старших детей? И как там Вика все еще обижается, что папа опять уехал на фронт? Скучает о нас, любит нас. Спрашивает о детях. Рассказывает о себе. Как они там воюют, что все ребята нацелены на победу, что очень надеются, что все это скоро закончится и что они вернутся все домой. За ленточку муж Натальи ушел полтора года назад. Он с самого начала СВО принял это решение. Когда они мобилизовали, записался добровольцем. Наталья хоть и сильно переживала, отговаривать не стала. Для нашей семьи он герой. Несмотря на то, что у нас многодетная семья, он не побоялся нас здесь оставить. Он принял такое решение, идти на СВО, что интересы страны, интересы жителей страны. Все ребята наши пошли. Все с поселка, все уехали практически. Все здесь. Все воюют. Я горжусь своего папы тем, что он пошел на СВО, не побоялся. Он защищает нашу страну, защищает жителей нашей страны. Двигаем врага. Все ребята заряжены. Нацелены только на победу. Целую, обнимаю. Скоро увидимся. Папа. До долгожданной встречи осталось совсем немного времени. В мае вычегодский солдат с позывным «Белка» придет домой в отпуск. Очень скучаем, ждем. Надеемся, что скоро все закончится, он вернется.